ребят всем привет это прогулочка настя скажи я на все выглядит как ковбойка короче погодка у нас просто бомба бомба находимся не в ханофере я именно не буду говорить но короче не в ханофере и дома посмотрим как проведем день ребят как вам вот такая тачка блин я с удовольствием вот на такой бы поехал бы с германии по всему миру вы сзади походу у него спать где можешь у него наклеек сколько где он уже не бывал только сейчас увидится к нас карте от снимаешь машину всякие наклейки я наверно уже побывал интерес ковер какой-то канада канадский этот флаг надо по пустине уже ездил класса но тоже хотел бы такую тачку а как вам такая пишите в комментариях так настя ты готова там со своим этим я тут а провожу сегодня один день влог поехали поехали кататься ребят короче приехали в город в билифельд и это бритка тема я не знаю есть у кого еще тоже такой в городе берете просто в телефоне сейчас я это уберу опять я уже пробовал попа потом задаете так и потом вам показывает он ведь где машина находится потому что некоторые теряются и не знаю дети на машину потом а мы теперь знаем настя как настроение у тебя хорошо хорошо ты поздоровайся хоть с людьми ладно все ребят купил такую эту купил сам смастерил то есть этот как его ну звук чтобы когда ветер шума на чтобы не было так что посмотрим как будет вот так пойдем прогуляемся по городу билифельд чё вот он туда нам надо да я теперь не удивляюсь почему тут они сделали вот этот вот эту штуку где-то машину чтоб нашел где она стоит ну что-то фиг поймешь что происходит это магазин можно сказать на этих как его для тех которые любят мультики всякие те тоже нравится это что-то такой магазин ты вообще значит эти все сериалы или фильмы нет а я знаю вот джурэсик парк и знаю такие и вот это сырек эндицуку back to the future ну и всякие разные это мультики фильмы алло мария нас это крот тебе нас а он у тебя чуть похоже вон монополе можешь поиграть мне нравится эта игра это начальники что ли играют я тебя покупаю твой отель ты давай продавай быстрее говорит фигню не страдайте того все по правилам играем я тебя купил улицу давай резче отдавай все деньги и все нафиг понял все пошли иди отсюда горит иди отсюда ты все проиграл так у меня чуть денег больше нету слышь чувак че делать-то теперь вот это мы попали мы всех сделали я у них все купил и на все купил это все мое ладно ребят пойдемте дальше посмеялись и хватит мороженка хочешь поесть у нас сегодня как ковбойка это как потерзали чуть-чуть и 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 Гудятся, играют, видите, аж собака кайфует от их музыки. В принципе, да, люди уже давно все знают, как это делается. Все равно люди проходят и, типа, такие офигевают. Ну и это, ну и ладно, что-то. Не зарабатывают до сих пор на этом, это очень странно. Настя иногда ходит, да, такое ощущение, как будто ты, ну, как будто мы знаем прям точку, куда мы идем, и мы опаздываем. И вот если мы сейчас быстро не пойдем, то мы опоздаем. Хотя мы вообще никуда не спешим, мы просто идем. Видите, ребята, какое доверие в Германию. Видали, он просто померил в магазине, вышел сюда, типа, она его сфотографировала на улице, чтобы посмотреть, как. И никто не вышел за ним там с рабочих. Типа, сейчас он убежит и Улей украдет. А хотя, может, он в залог паспорт оставил, тоже никто не знает, да. А вот мы и заходим, это исторический центр, да. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да, платье выглядит, как это, как сарафан, не знаю, что это, как шторка, которую просто ссетовали, но стоит оно 1375. Не знаю, я не знаю. Так, ну, как всегда, интересно, сколько что стоит примерно. Так, 155 квадратов, два этажа. Второй этаж 67 квадратов. Все вместе где-то 228 квадратов, плюс еще земля 412. 530 тысяч евро стоит. Сейчас я приду. Сейчас я туда пойду, покажу вам, что вас ожидает, ребят. В Германии, ну, такое, я не знаю, в России есть такое или нет, но здесь такое делают. По-моему, когда вы в 30 лет еще не вышли, то есть не поженились, мужик, по-моему, делают вот это вот. Все рассыпают, вы видите. Сейчас я вам покажу. По-моему, делают все по-разному. Кто пробки, вот это пробки какие-то, кто, кто это каково. По-моему, там еще рис или что-то, я не знаю, что еще все бросают. Но дело в этом, если вам 30 лет, и вы еще не, не это каково. И вы еще не поженились, вам вот такое делают на ваш день рождения. И вот, и будете подметать это все сейчас. Ну, а этот чувак, которому 30 стукнуло, который еще не поженился. И так его наказывают. Вот это, кстати, одна из таких немецких каких-то традиций. Окей, мы идем дальше. Напишите в комментарии, а что в России делают. Есть такое, типа, или нет? На самом деле, это это, как его, просто собираются побухать. Смысл просто, чтобы был. Э, это тебя снимают, да? Потом не надо говорить, чтобы я тебя вырезал, там, и это. Ребята, я, ребят, всем говорю, кто не хочет сниматься, не появляйтесь, ну, не показывайтесь в кадрах, потому что я вырезать ничего не собираюсь. Окей. Посмотрим, в туалет у нас запустят с камерой. Ребята, я вас просто везде беру с собой. Не, ну, конечно, сейчас я выключусь. Настя меня не видит. Она думает, я же там и зашел, чем мы ее испугаем. Пранки, видал, какой пранк у меня был. Блин, аж сам не саму понравился. Ребят, вот встретил, до этого проходили, они играли там, ну, музыканты это. А сам откуда, как тебя звать? С Минска. С Минска? Да. А зовут как? Саша мне звать. Вот, Сань. Сань, можешь себе сам привет передать, если хочешь. Привет. И это, что хотел спросить, вот вы с Минска, вы приехали, вы по Германии ездите, ну, играете, там, да, на улице в основном? Ну да. В основном на улице. Вот сейчас вот сразу такой вопрос. Вот сколько зарабатываешь на улице в день поиграть? Ну, смотря какой день. Давай возьмем в субботу, самая такая, наверное, ну, самый такой хороший день, я думаю. В субботу зарабатываем где-то от 80 до 120 евро. На двоих, получается? Нет, каждый. Каждый? Да, каждый. В субботу? В субботу. В такие дни, там, 50, 40, где 30, бывает, что и по 20 евро в день. Ну, день на день, все от погоды зависит. Да, 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 да. Это как от настроения, скажем так, у людей настроение, каким нравится, не нравится, скажем так. Не, ну, реально, я считаю, это очень хорошие деньги, ну, потому что, я не знаю, как ты знаешь, немецкая зарплата, это, это больше минимум вообще, что у нас тут. Ну, в день так. Ну, это смотря какой день, я все понимаю. Работать надо, допустим, с 9 утра до после 9 вечера. А, ну да, ну да, долго работать. Это долго работать нужно, это... Ну, и плюс еще, плюс еще, а у вас еще хорошо, что вы не платите никакой налог. Как вот это, вот, например, вы встали сколько, полчаса и потом дальше продвигаться, да? Полчаса и на другое место, да. Вы, вот ты приехал, я просто для тех людей, кто вот хочет, например, приехать и вот таким заниматься, им надо обращаться куда-то, ворать бумаги. Разрешение, да. Разрешение, чтобы играть на улице. Да. И потом, ребят, вы берете разрешение и каждые полчаса вам надо продвигаться дальше, 100 метров получается, да? Ну, место менять просто нужно, да. Окей. Ну, вот все. А где твой этот друг? Мой друг там играет. А, играет? Мы пока разделились. А, вы посмотреть, где лучше играется, да? Да, да. Окей. Ну, хорошо тогда. Спасибо тебе большое. Все, давай, удачи тебе. Всем привет. Всем привет, тебе передай. Канал Ванька Презенс, задавай, ну и посмотришь здесь. Ванька. Ванька Презенс. Все, окей. Все, давай, счастливчик. Пока. Ребят, сами слыхали. Короче, если есть среди вас музыканты, берите гитару в руки и сюда, на забор. Будете зарабатывать неплохо. Я считаю, это очень хорошие деньги. Так что, ладно. А, ребята, вот до этого они вместе играли. Он мне сказал сейчас, ну, сами слышали. Они разделились. Посмотреть, где как. Как ты думаешь, Настя, сколько он зарабатывает? 1500? Нет, в день. Вот сейчас, сегодня, например, примерно. Сегодня в день. Ну, может быть, 50 евро, 100 евро в день. Да. Около 80 до 100 евро. Ну, это много. До 120 даже, по-моему, или 100. В день. Да, много. Каждый из них. Даже некоторые нормальные люди так не зарабатывают. Конечно. Но, тебе нужно разрешение у немцев брать. Ну да, это всегда важно. Да. Так что, вот так вот, ребята, если какого есть желания, кто может, кто музыкант, приезжайте. И все. Пойдем? Да. Все. Пойдем. Короче, ребят. Видео заканчивается. Обязательно не забудьте подписаться, комментарии оставляйте, ставьте лайки. Ну, короче, вы знаете, что делать, уже взрослый. Вот. А мы поедем домой. А, это. Что еще хотел сказать-то? А, ничего. Короче, давайте.